Американский генерал Джордж Маршалл в этот день сказал адмиралу Лиги Мы уже крепко опоздали с высадкой в Европе И вина лежит полностью на толстом Уинстоне Долгожданное событие Второй мировой войны, которое ждали несколько лет Особенно страстно ждали у нас на Востоке на полях сражений Советская Россия Обильно политых кровью, наконец-то состоялось Несмотря на очевидное нежелание Черчилля, Второй фронт открыт На открытии этого фронта настаивали американские генералы и политики Да и Сталин регулярно в своих посланиях никогда не пропускал возможности указать союзникам На необходимость выполнения ими своих обязательств Была ли возможность у союзников в июне 1944 года и далее откладывать проведение операции «Оверлорд» Ведь Черчилль неоднократно заявлял, что лучше операцию эту перенести на август 1944 года Средиземноморская стратегия, на которой настаивала Великобритания, потерпела очевидное крушение Союзники не добились на Итальянском театре военных действий быстрых и заметных успехов И не ослабили способности Германии к сопротивлению К тому же на Восточном фронте в это время потерпел крушение Германский фронт на Украине На очереди была Белоруссия И Красная армия уже начинала свой поход в Центральную Европу Союзники опасались, что советские войска могли бы выйти не только к Берлину и Вене Но и к французским границам, где-нибудь в районе Эльзаса и Лотарингии Восточный фактор играл очень большую роль в принятии решений и тем, и другим противникам И Германии, и союзниками Нельзя было не учитывать и того, что у Германии уже появилось ракетное оружие и реактивные самолеты И хотя британская разведка прекрасно знала, когда полетят ракеты в сторону Великобритании Но она не могла все-таки предсказать того, что еще могут предложить для войны Находясь у последней черты германские военные ученые Таким образом, операция «Оверлорд», которую союзники неоднократно переносили Уже не могла не начинаться И эта грандиозная, единственная в истории Второй мировой войны десантная операция началась В первые же ночные часы дня Д 6 июня союзники начали высадку воздушных десантов в Нормандии Парашютисты приземлялись за позициями германских войск И главной их задачей был захват мостов и блокада дорог По которым немцы могли перебросить резервные войска к береговым участкам Предназначенным для основной высадки морского десанта Воздушная часть операции «Оверлорд» была проведена не очень удачно Десантники приземлились с большим удалением от намеченных объектов Боевые группы не смогли полностью собраться А более половины снаряжения попало в руки противника или просто пропало Но с другой стороны, именно эта ночная неточность Это распыление воздушных подразделений помешало германскому командованию Определить настоящую цель союзников Немцы все еще были убеждены, что выброска парашютистов является отвлекающим маневром А главный удар будет нанесен в районе Па-де-Кале Основная ударная сила вермахта во Франции, танковые дивизии Не были подняты по тревоге и не направились к побережью Нормандии На рассвете 6 июня в Нормандии по-прежнему находилась весьма слабая по своему составу 7-я армия Под командованием генерал-полковника Дольмана, не имевшая в своем составе танковых дивизий Были ли русские в Нормандии в день Д, в день начала знаменитой операции «Оверлорд» 6 июня 1944 года? Сегодня на этот вопрос мы можем ответить утвердительно Этот ответ будет содержать самую высокую ноту трагизма Дело в том, что 70% восточных войск 6 июня 1944 года Восточных войск состава вермахта Располагались на западном Атлантическом волот голландского острова Тексель до испанской границы Непосредственно в Нормандии в зоне высадки союзного десанта Оказались 7 восточных батальонов на фронте в протяженностью 112 километров Вооружение их было очень плохое И степень боевой готовности, боевой эффективности оказалась разной, что естественно Вообще этих людей мы тоже смело можем назвать еще одними жертвами Второй мировой войны Которые были брошены безжалостно в ее мясорубку Так как они не были нужны не тем, против кого они защищались Не тем, кого они защищали Если одни батальоны, такие как, например, 795-й грузинский или 800-й северо-кавказский Показали крайнюю низкую степень боевой готовности И прекратили свое существование уже в первые часы или дни десанта То другие, такие как, например, 441-й батальон 716-й пехотной дивизии 635-й и 642-й русские восточные батальоны Проявили удивительную стойкость и были отмечены в сводках немецкого командования Были русские в день Д и по другую сторону линии фронта Наверное, самым ярким из них был бывший капитан первого ранга русской службы Георгий Ермолаевич Чаплин Последний заместитель начальника оперативной части штаба Балтийского флота В 1917 году один из героев белого движения на севере России Который в августе 1918 года выступил руководителем и организатором Антибольшевистского переворота в Архангельске Вероятно, если бы за 25 лет Россия не превратилась под большевиками В заурядную азиатскую деспотию Чаплин к 44-му году был бы уже полным русским адмиралом И, вероятно, бы тогда у нас Балтийским флотом не командовал Выпускник Кронштадтской военно-фельдшерской школы И бывший лекарский помощник В обороне на побережье Нормандии немецкие пехотные дивизии Были укомплектованы солдатами в возрасте до 56 лет К тому же не имевшими боевого опыта На утро 6 июня в 7-й армии предполагались военно-штабные учения Накануне которых командиры полковой дивизии прибыли в армейский штаб В полном смысле слова немцы проспали вторжение союзников И даже ночные парашютисты не насторожили командный состав вермахта на западе Недавно прибывший с Восточного фронта командир немецкого 6-го парашютно-десантного полка Подполковник граф Фридрих фон дер Хейте Вспоминал Войска, которым предстояло противостоять высадке союзников Не шли ни в какое сравнение с теми, кто воевал на Восточном фронте Моральное состояние войск во Франции было низким У большинства унтер-офицеров и солдат отсутствовал боевой опыт Офицерский состав в основном был укомплектован теми Кто имели слабые профессиональные навыки Или по состоянию здоровья из-за ранений и болезней Не подходили для службы на Восточном фронте На рассвете 6-го июня Бесчисленные англо-американские армады кораблей и судов Подошли к берегам Нормандии Корабельная артиллерия больших калибров Открыла массированный огонь по оборонительным пунктам немцев Под прикрытием артиллерийской подготовки к берегу Устремились тысячи десантных судов План «Оверлорд» предполагал пять участков высадки «Юта» и «Амаха» были районами десантирования 1-й американской армии На участках «Голд» и «Сворд» высаживались войска 2-й английской армии Плоддарм «Джуно» должна была захватить 3-я канадская дивизия В течение дня 6-го июня Союзная авиация совершила более 14,5 тысяч вылетов Погода в часы высадки заметно улучшилась Что помогло десантникам достичь берега Но все же море было достаточно бурным Чтобы несколько десятков плавучих танков На плацзармы не вышли, а пошли на дно На участке «Юта» с обильными песчаными дюнами Массированный обстрел с кораблей Привел к полной потере видимости И создал сплошную плотную завесу из песка и дыма В итоге десант уклонился почти на 2 километра к югу От запланированного участка И это случайное отклонение от плана Спасло первый эшелон американских солдат От флангового огня двух немецких батарей большого калибра Там же, где американцы высадились, оборона была слабой И немецкие гарнизоны удалось быстро подавить Вторая волна десанта уже к 8 часам утра Очистила побережье около 700 метров От мин и заграждений И во второй половине дня на плацзарме «Юта» Союзники смогли уже беспрепятственно наращивать свои войска Главнокомандующий союзными войсками генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр Родился в Техасе в бедной семье в 1890 году Популярность в военных кругах приобрел во время учения в Академии Вестпойнта Важным для дальнейшей карьеры Айка, как звали его близкие Оказалось знакомство с генералом Маршалом Влиятельным как среди военных, так и среди политиков Соединенных Штатов Эйзенхауэр руководил англо-американскими войсками Во время проведения операции «Факелы» военной кампании в Северной Африке Где американский генерал продемонстрировал скорее дипломатические, чем военные способности В Африке у союзников между планами и действительностью дистанция была огромного размера В период подготовки и проведения операции «Оверлорд» Эйзенхауэр показал себя умелым, решительным полководцем, не боявшимся риска, хорошим организатором и стратегом Эйзенхауэр закончит войну в качестве легендарного героя, как в США, так и в Великобритании Что позволит ему стать на два срока с 1953 по 1961 год президентом Соединенных Штатов Америки Интересно, что в последний год своего президентства Дуэт Эйзенхауэр выступит с предостережением о пагубном влиянии военно-промышленного комплекса На повседневную жизнь народа, общества и государства Участок высадки Амаха внешне выглядел более благоприятным, чем соседние На нем войска с десантных судов должны были пройти к берегу около 300 метров по отмели, усеянные минными препятствиями и заграждениями Но немцы на этом участке ожидали высадки и, конечно, в гораздо большей степени, чем где-либо, подготовились к вторжению с моря Более двух полков, лучших по боевому составу, готовились встретить на участке Амаха американских солдат В день высадки потери здесь были более 2000 человек К тому же скопление десантных судов перед участком Амаха мешало друг другу И только часть из них могла одновременно двигаться к берегу Именно на участке Амаха разведка союзников не сумела выявить почти половину замаскированных долговременных укрепленных пунктов А корабельная артиллерия не разрушила их В начальной стадии из 32 плавучих танков 27 утонуло и только 5 достигли берега Отмель преодолевали под яростным огнем противника и только одна треть первой волны ее преодолела К 8 часам утра ни одна машина или танк не вышли за пределы береговой Отмели Американские солдаты в безнадежной ситуации первых часов вторжения продемонстрировали и отменную выучку, и незаурядное мужество Но по мнению многих военных историков на участке Амаха только чудо позволило удержаться на берегу Командующий 1-й американской армии генерал Амар Бредли, чьи войска захватывали плацдармы в Нормандии Отметил в книге воспоминаний записки солдата Несмотря на улучшение обстановки, действия на участке Амаха развивались значительно медленнее, чем намечалось по плану Побережье после отлива было усеяно севшими на мель судами, затонувшими машинами и сгоревшими танками Десятки убитых солдат лежали на гальке там, где их настигла смерть При сильном прибое на госпитальные суда можно было доставить только легко раненых Тяжело раненых пока укладывали в щелях, отрытых у дамбы На всем протяжении участка высадки берег был усеян различным военным имуществом Огромные потери материальной части при высадке на участке Амаха требовали немедленного принятия мер по их возмещению Самая большая потребность на участке Амаха была в бульдозерах для уплотнения песчаных дорог До конца дня американцы успели высадить еще 8 бульдозеров Уже 6 июня, захватив в плен первых американских солдат и офицеров, немцы были уязвлены и поражены оснащением своих врагов Материальная часть союзников значительно превосходила германскую Каждый американский солдат имел при себе великолепное питание вдоволь, сигарет, флягу, свистки Униформа американцев значительно превосходила немецкую У каждого американского солдата было автоматическое стрелковое оружие Карты будущих сражений были нанесены даже на носовых платках и все фронтом на юг, чтобы солдатам было легче ориентироваться Все пленные умели водить автомобиль и значит могли заменить водителя бронетранспортера И что уж совсем расстроило немцев, так это то, что американцы четко выполняли данные им приказы И в первый же день проявили незаурядную стойкость Испытанные вояки вермахта полагали, что ами, янки – плохие воины и разбегутся при первом же свисте снаряда Руководство германского вермахта первую половину дня 6 июня провело в тревожных раздумьях Фельдмаршал Роммель, находившийся по непонятным причинам в Германии, срочно выехал к своим войскам во Франции Фельдмаршал Рунштетт полагал, что в Нормандии союзники выполняют отвлекающий маневр Танковые дивизии нельзя было использовать без ведома Гитлера Немцы 4 года готовились к появлению союзников на побережье Франции Но по сути дела оказались полностью не готовы к вторжению Ни на одном из участков высадки десанта не ощущалось у вермахта наличие планов для этого решающего дня На побережье Нормандии войска 7-й армии вели отчаянные бои А в парижских штабах все еще ожидали, что основной удар союзники нанесут в районе Паде-Коле С самого раннего утра генерал Маркс командного пункта 84-го корпуса Звонил в штаб 7-й армии, в штаб группы армии Б, генералу Юдлю в ставку фюрера И требовал присылки танковых частей для контрудара Но верховное командование все еще полагало, что это репетиция вторжения К моменту высадки союзников Нормандии Гитлер находился в одном из своих излюбленных мест В Оберзальцберге, в живописных и самое главное безопасных горах Получив рано утром 6-го июня известие о начале десантной операции Гитлер продемонстрировал вопиющее непонимание обстановки Свою поразительную стратегическую и тактическую слепоту Когда в тот же день, 6-го июня, рано утром Три германских генерала, а именно Рунштадт, Блюментрид и Шпейдель Слезно просили в ставку Гитлера перебросить две танковых дивизии в Нормандию То они получили отказ на эту просьбу Более того, Юдль, с которым они вели переговоры Заявил им, что фюрер не будет принимать никаких решений до тех пор Пока сам детально и обстоятельно не разберется в развивавшейся обстановке А далее Юдль сказал, что фюрер ушел отдыхать И просил не беспокоить его как минимум до трех часов пополудни И это в то самое время, когда каждый час для противоборствующих сторон был чрезвычайно дорог В итоге в 16.55 6-го июня последовал знаменитый приказ Гитлера Приказ, в соответствии с которым германские войска должны были до истечения дня 6-го июня Ликвидировать плацдармы союзников на континенте Когда мы рассказывали о военных действиях в Северной Африке Мы говорили о том, что у гитлеровской Германии Была возможность активизации национально-освободительных антиколониальных движений В Алжире и Марокко, Тунисе и Египте, Сирии и Ираке Тот же резерв оставался у Третьего рейха и на Восточном фронте Руководство вермахта неоднократно пыталось привлечь внимание Гитлера К русскому национальному антикоммунистическому движению Но фюрер интуитивно чувствовал, что эти силы, преследующие свои очевидные цели Особождения России от большевистского ига, не являются и его, Гитлера, союзниками И только временно используют его слабости Генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов до войны принадлежал к числу самых талантливых советских генералов В начале войны на Востоке Власов командовал 4-м механизированным корпусом Который без всякого толка по приказу о контрударах был брошен навстречу наступающему вермахту и разгромлен Генерал армии Власов с группой войск организованно вышел из окружения Затем он командовал 37-й армией в обороне Киева, где показал себя умелым полководцем 37-я армия была собрана сбору по сосенке, но под командованием Власова выделялась своей стойкостью Не по вине Власова возник киевский котел, второе окружение, из которого он вышел вместе с уцелевшими войсками армии Венцом полководческого искусства Андрея Власова было командование 20-й армии в обороне Москвы Действия 20-й армии до сих пор изучаются в военных академиях, разумеется, без упоминания имени ее командующего В третье окружение генерал-лейтенант Власов попал летом 1942 года, когда ему приказали возглавить уже фактически окруженную 2-ю ударную армию Волховского фронта Мера страданий русского солдата в болотах и лесах, увиденное Власовым, очевидно, потрясла его Мера безответственности советского командования за жизнь своих солдат заставила задуматься Именно в Волховских болотах любимый Сталиным генерал стал антикоммунистом и русским патриотом Конечно, двойственность его судьбы всегда будет вызывать споры, но факт остается фактом, что Власовский поворот к православию и русским национальным корням заставил Сталина инициировать возвращение к русским традициям Ослабить преследование русской церкви и тем самым выбить козыри из рук своих врагов Достаточно упомянуть то, что на оккупированных врагом территориях открылись около 10 тысяч православных храмов и был поднят трехцветный российский флаг И только после этого в сталинской России было позволено возродить около 7 тысяч православных приходов В тот момент, когда союзники высаживались в Нормандии, генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов коротал время за картами, преферансом, водкой в маленьком домике в Далиме, предместе Берлина, которое стало местом его принудительной ссылки Однажды Власова в Далиме навестил Николай Александрович Троицкий, бывший репрессированный архитектор, горячо принявший участие в 1943 году во Власовском движении И вдруг, в минуту душевного откровения, совершенно неожиданно Власов ему сказал Николай Александрович, а давайте мы с вами помечтаем Вот представьте себе Нет, я не хочу сказать, что мы выиграли или мы победили Но представьте себе, будто мы вернулись с вами в нашу Россию, которой уже не будет Сталина и большевиков Чем бы вы занимались? Троицкий пожал плечами и сказал Я же архитектор, наверное, продолжал бы строить Власов помолчал и добавил А я бы, наверное, опять бы стал командиром дивизии, если бы мне ее дали Потом в комнате воцарилась пауза Власов неожиданно встал и закончил фразу такими словами Но этого никогда не будет Мы все погибнем Вернемся к событиям дня Д Вторжению союзников во Франции Район высадки английского десанта делился на три части Голд, Джуно и Сворд Протяженность побережья высадки составляла около 25 миль Вначале англичане скрытно высадили 7 диверсионно-штурмовых отрядов по 500-600 человек Высадка англичан прошла гораздо легче, чем в американском секторе Все конвои достигли своих целей точно по запланированному графику Немецкий флот никакого противодействия не оказывал На участке Джуно высадилась 3-я канадская дивизия Канадцы действовали образцово, мужественно И сразу же начали расширять свой плацдарм Только на участке Сворд Три немецких миноносца атаковали ранним утром Английское оперативное соединение с десантом на борту Выпустили 18 торпед Но потопили один норвежский эсминец На участке Сворд, на родную землю Вступили и первые французские соединения Трудно ответить на вопрос, почему уже первый день операции Оверлорд Привел союзников к крупному и заметному успеху Имела ли вообще Германия возможность для отражения десанта союзников? И если имела, то почему этого не произошло? Вермахт имел на Западе достаточное количество Танков, артиллерии, иноземных войск Чтобы нанести мощные удары по десантам союзников Но этого не произошло В первый день высадки Ни ранним утром, ни в течение дня, ни поздним вечером Почему? Была ли вообще высадка союзников в Нормандии неожиданностью для Германии? Вряд ли, она никогда не могла быть полной неожиданностью Потому что Вермахт давно уже готовился к этому дню А Гитлер неоднократно указывал Нормандию Как объект в качестве высадки десанта противника Если говорить о преимуществе союзников в авиации То в первый день вторжения она не особенно мешала немцам управлять своими войсками Не нарушила линии связи И значит германские генералы имели возможность отдавать соответствующие приказы Но почему-то в первые 24 часа вторжения какой-то паралич охватил германское верховное командование Ни Рунштадт, ни Руммель не смогли ни сосредоточить резервов Ни нанести своевременных контрударов по десантам Какое-то странное безволие овладело генералами Возможно, конечно, и то, что поражение Германии на Западе Они уже рассматривали в качестве лучшего исхода Чем поход Красной Армии на Берлин И та страшная бойня, которая развертывалась на Востоке Ведь среди участников офицерского заговора против Гитлера Большинство служило в штабах на Западном фронте В середине дня 6 июня германское командование все еще не пришло к выводу Где ему следует создать ударный кулак из танковых дивизий Поступали приказы на их использование, которые тут же отменялись Неразбериха царила в определении контратакующих действий между Гитлером, ОКВ Командованием группы армий Запад и командующими армиями Только в 16.00 ОКВ разрешила использовать элитные 12-ю танковую дивизию СС И учебную танковую дивизию СС К единому мнению немцы так и не пришли В итоге первого дня этой уникальной десантной операции Англо-американцы не только закрепились на захваченных плацдармах Но и получили прекрасную возможность беспрепятственно наращивать свои войска на континенте А возможности у союзников были ничем не ограничены Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok